Призвание. Художником он стал просто потому, что после школы надо было куда-то поступать. Он знал, что работа должна приносить удовольствие, а ему нравилось рисовать. Так и был сделан выбор. Он поступил в художественное училище. К этому времени он уже знал, что изображение предметов называется натюрморт. Природы – пейзаж, людей – портрет и еще много чего знал из области избранной профессии. Теперь ему предстояло узнать еще больше. «Для того, чтобы импровизировать, сначала надо научиться играть по нотам», – объяснил на вводной лекции импозантный преподаватель, известный художник. «Так что приготовьтесь, будем начинать с азов». Он начал учиться, играть по нотам. Куб, шар, ваза, свет, тень, полутень, постановка руки, перспектива, композиция. Он узнал очень много нового, как натянуть холст и самому сварить грунт, как искусственно состарить полотно и как добиваться тончайших цветовых переходов. Преподаватели его хвалили. А однажды даже услышал он от своего наставника «Ты художник от Бога». «А разве другие не от Бога?» – подумал он. Хотя чего скрывать было приятно. Но вот веселые студенческие годы остались позади. И теперь у него в кармане был диплом о художественном образовании. Он много знал и еще больше умел. Он набрался знаний и опыта, и пора было начинать отдавать. Но что-то у него пошло не так. Нет, не то, чтобы ему не творилось, и не то, чтобы профессия разонравилась. Возможно, он просто повзрослел и увидел то, чего раньше не замечал. А открылось ему вот что. Кругом кипела жизнь, в которой искусство давно стало товаром. И преуспевал вовсе не обязательно тот, кому было что-то сказать миру. Скорее, тот, кто умел грамотно подавать и продавать свое творчество. Оказаться в нужное время и в нужном месте с нужными людьми. Он, к сожалению, так этому и не научился. Он видел, как его товарищи мечутся, ищут себя и свое место под солнцем. И некоторые в этих метаниях ломаются. Топят невостребовательность и неудовлетворенность в алкоголе. Теряют ориентиры, деградируют. Он знал, часто творцы опережали свою эпоху, и их картины получали признание и хорошую оценку только после смерти. Но это знание мало утешало. Он устроился на работу, где хорошо платили, целыми днями разрабатывал дизайн всевозможных буклетов, визиток, проектов, и даже получал от этого определенное удовольствие. А вот рисовал все меньше и неохотнее. Вдохновение приходило все реже и реже. Работа, дом, телевизор, рутина. Его все чаще посещала мысль, «Разве в этом мое призвание?» «Мечтал ли я об этом, чтобы прожить свою жизнь вот так, пунктирно, словно это карандашный набросок? Когда же я начну писать свою собственную картину жизни? А если даже и начну, смогу ли? А как же художник от Бога?» Он понимал, что теряет квалификацию и превращается в зомби, который изо дня в день выполняет напор определенных действий, и это его напрягало. Чтобы не сойти с ума от этих мыслей, он стал по выходным отправляться к Смольвертам, в переулок мастеров, где располагались ряды всяких творцов-умельцев, вязаные шали и подделки из бересты, украшения из бисера и лоскутные покрывала, глиняные игрушки и плетеные корзинки, чего тут только не было. И собратья-художники тоже стояли со своими нетленными полотнами в больших количествах, и тут была конкуренция. Но он плевал на конкуренцию, ему хотелось просто творить. Он рисовал портреты на заказ, бумага, карандаш, десять минут и портрет готов. Ничего сложного для профессионала. Тут всего и требуется умение подмечать детали, создавать пропорции, да слегка польстить заказчику. Так самой малость приукрасить натуру. Он это делать умел. Его портреты людям нравились, и похоже, и красиво, лучше, чем в жизни. Благодарили его часто и от души. Теперь жить стало как-то веселее, но он отчетливо понимал, что это живописание призванием назвать было бы как-то чересчур сильно. Впрочем, все-таки лучше, чем ничего. Однажды он сделал очередной портрет. Позировала ему немолодая, длинноногая тетка. И пришлось сильно постараться, чтобы сделать красиво. Нас, конечно, никуда не денешь, но было в ее лице что-то располагающее. Чистота, что ли? Вот на это он и сделал акцент. Получилось неплохо. «Готово!» – сказал он, протягивая портрет тетки. Та долго его изучала, а потом подняла на него глаза. И он даже заморгал. До того пристально она на него смотрела. «Что-то не так?» Даже переспросил он, теряясь от ее взгляда. «У вас призвание?» Сказала женщина. «Вы умеете видеть вглубь?» «Ага. Глаз рентген», – пошутил он. «Не то», – мотнула головой она. «Вы рисуете как будто душу. Вот я смотрю и понимаю, на самом деле я такая, как вы нарисовали. А все, что снаружи, – это наносное. Вы словно верхний слой краски сняли, а под ним шедевр. И этот шедевр я. Теперь я точно знаю. Спасибо». «Да, пожалуйста», – смущенно пробормотал он, принимая купюру, свою привычную таксу за блиц-портрет. Тетка была, что и говорить, странная. Надо же, душу рисуете. Хотя кто его знает, что он там рисовал? Может, и душу. Ведь у каждого есть какой-то внешний слой. Та незримая шелуха, которая налипает в процессе жизни. А природой-то каждый был задуман как шедевр. Уж в этом он, как художник, был просто уверен. Теперь его рисование наполнилось каким-то новым смыслом. Нет, ничего нового в технологии он не привнес. Те же бумага и карандаш, те же десять минут. Просто мысли его все время возвращались к тому, что надо переменить и снять верхний слой краски, чтобы из-под него освободился неведомый шедевр. Кажется, получалось. Ему очень нравилось наблюдать за первой реакцией натуры. Очень интересные были лица у людей. Иногда ему попадались такие модели, у которых душа была значительно страшнее, чем внешний слой. Тогда он выискывал в ней какие-то светлые пятна и усиливал их. Всегда можно найти светлые пятна, если настроить на это зрение. По крайней мере, ему еще ни разу не встречался человек, в котором не было бы совсем ничего хорошего. «Слышь, братан!» Однажды обратился к нему Крепыш в черной кулотке. «Ты это, помнишь, нет ли, тещу мою рисовал на прошлых выходных?» Тещу он помнил. На старую жабу, похоже. Ее дочку. Постареет крысой будет. И Крепыш с ними был. Точно. Ему тогда пришлось напрячь все свое воображение, чтобы превратить жабу в нечто приемлемое. Увидеть в ней хоть что-то хорошее. «Ну?» – осторожно спросил он, не понимая, куда клонит Крепыш. «Так это изменилась она. В лучшую сторону. Как на портрет посмотрит, человеком становится. А так, между нами, сколько ее знаю, жаба жабой!» Художник невольно фыркнул. Не ошибся, значит. Точно увидел. «Ну, так я тебя... Я тебя спросить хотел. Можешь ее в масле нарисовать, чтобы уже наверняка закрепить эффект, стало быть? За ценой не постою, не сомневайся. А чего ж не закрепить? Можно и в масле, и в маринаде, и в соусе майонез. Только маслом не рисует, а пишут. «Во-во! Распиши ее в лучшем виде. Все оплачу. По высшему разряду». Художнику стало весело. Прям портрет Дориана Грея, только со знаком плюс. И раз уж предлагают, отчего не потрогать? Попробовал. Написал. Теща осталась довольна. Крепыш тоже. А жена его, жабина дочка, потребовала, чтоб ее тоже запечатлели в веках. От зависти, наверное. Художник и тут расстарался. Вдохновение на него нашло. Усилил женскую привлекательность. Мягкости добавил. Доброту душевную высветил. Не женщина получилась. Царица. Видать, Крепыш был человеком широкой души и впечатлениями в своем кругу делился. Заказы посыпались один за другим. Молва пошла художнике, что его портреты благотворно влияют на жизнь. В семьях мир воцаряется. Дурнушки хорошеют. Матери-одиночки вмиг замуж выходят. Теперь не было времени ходить по выходным в переулок мастеров. Да и контору свою оставил без всякого сожаления. Работал на дому у заказчиков. Люди все были богатые, платили щедро, передавали из рук в руки. Хватало и на краски, и на холсты, и на черную куру. Даже по будням. Квартиру продал, купил побольше, да с комнатой под мастерскую. Ремонт хороший сделал. Казалось бы, чего еще желать? А его снова стали посещать мысли, неужели в этом призвание молевать всяких жаб и крыс, из-за всех сил пытаясь найти в них хоть что-то светлое. Нет, дело, конечно, хорошее и для мира полезное, но все-таки, все-таки. Не было у него на душе покоя. Вроде звала она его куда-то, просила о чем-то, но вот о чем не мог расслышать. Однажды его неудержимо потянуло на пильце. Вот так вот взять и в Драбадан, чтобы отрубиться и ничего потом не помнить. Мысль его напугала. Он хорошо знал, как быстро люди творческие добираются по этому лихому маршруту до самого дна и вовсе не хотел повторить их путь. Надо было что-то делать. И он сделал первое, что пришло в голову. Отменил все сеансы, схватил мольберт и складной стул и отправился туда, в переулок мастеров. Сразу стал лихорадочно работать, делать наброски, улочки, людей, парка, что через дорогу. Вроде полегчало, отпустило. «Простите, вы портрет рисуете? Так, чтобы сразу, тут же получить?» спросили его. Он поднял глаза. Рядом женщина, молодая, а глаза вымученные, словно выплаканные. Наверное, умер у нее кто-то. Или еще какое горе. «Рисую. Десять минут и готово. Вы свой портрет хотите заказать?» «Нет. Дочкин». Тут он увидел дочку. Поперхнулся, закашлялся. Ребенок, лет шести отроду. Был похож на инопланетянина. Несмотря на погожий теплый день, упакован в серый комбинзон. И не поймешь даже, мальчик или девочка. На голове плотная шапочка, колпачок. На лице прозрачная маска. И глаза. Глаза старичка, который испытал много-много боли и готовится умереть. Смерть в них была в этих глазах. Вот что он там явственно увзрел. Он не стал больше ничего спрашивать. Таких детей он видел по телевизору. И знал, что у ребенка скорее всего рак, радиология, иммунитет на нуле и затем затем и маска, что шансов на выживание минит. Неизвестно почему и откуда он это знал но вот как-то был уверен. Наметанный глаз художника, подмечающий все детали, он бросил взгляд на мать. Да, так и есть. Она знала. Внутренне уже готовилась. Наверное, и портрет захотела, потому что последний, чтоб хоть память была. Садись, принцесса, сейчас я тебя буду рисовать, сказал он девочке-инопланетянке. Только смотри, не вертись и не соскакивай, а то не получится. Девочка вряд ли была способна вертеться и вскакивать. Она и двигалась-то осторожно, словно боялась, что ее тельце рассыплется от неосторожного движения, разлетится на мелкие осколки. Села, сложила руки на коленях, уставилась на него своими глазами мудрой черепахи-тортилы и терпеливо замерла. Наверное, все детство по больницам, а там терпение вырабатывается быстро, без него не выжить. Он напрягся, пытаясь разглядеть ее душу, но что-то мешало, не то бесформенный комбинзон, не то слезы на глазах, не то знание, что старые методы тут не подойдут, нужно какое-то принципиально новое нетравиальное решение. И оно нашлось. Вдруг подумалось, а какой она могла бы быть, если бы не болезнь? Не комбинзон дурацкий, а платьица, не колпак на лысой головенке, на бантике. Воображение заработало, рука сама по себе стала что-то набрасывать на листке бумаги, процесс пошел. На этот раз он трудился не так, как обычно. Мозги в процессе точно не участвовали. Они отключились, а включилось что-то другое, наверное, душа. он рисовал душой, так как будто этот портрет мог стать последним не для девочки, а для него лично. Как будто это он должен был умереть от неизлечимой болезни, и времени оставалось совсем чуть-чуть, может быть, все те же десять минут. Готово, сорвал он лист бумаги с мольбертом. Смотри, какая ты красивая! Дочка и мама смотрели на портрет. Но это был не совсем портрет и не совсем с натуры. На нем кудрявая белокурая девочка в летнем сарафанчике бежала с мячиком по летнему лугу. Под ногами трава и цветы, над головой солнце и бабочки, улыбка от уха до уха и энергии хоть отбавляй. И хотя портрет был нарисован простым карандашом, почему-то казалось, что он выполнен в свете, что трава зеленая, небо голубое, мячик оранжевый, а сарафанчик красный в белый горошек. «Я разве такая?» глухо донеслось из подмаски. «Такая-такая», уверял ее художник. «То есть сейчас, может, и не такая, но скоро будешь». «Это портрет из следующего лета, один в один, точнее, фотографии». Мама ее закусила губу. Смотрела куда-то мимо портрета. видать, держалась из последних сил. «Спасибо, спасибо вам», сказала она, и голос ее звучал так же глухо, как будто на ней тоже была невидимая маска. «Сколько я вам должна?» «Подарок», отмахнулся художник. «Как тебя зовут, принцесса?» «Аня». Он поставил на портрете свою подпись и название «Аня». И еще дату, число сегодняшнее, а год следующий. «Держите, следующим летом я вас жду, приходите обязательно». Мама убрала портрет в сумочку, поспешно схватила ребенка и пошла прочь. Ее можно было понять. Наверное, ей было больно, ведь она знала, что следующего лета не будет. Зато он ничего такого не знал, не хотел знать. Он тут же стал набрасывать картинку. Лето, переулок мастеров, вот сидит он сам, а вот по аллее подходят двое. Счастливая смеющаяся женщина и кудрявая девочка с мячиком в руках. Он вдохновенно творил новую реальность. Ему нравилось то, что получается. Очень реалистично выходило. И год, год написать следующий, чтобы чудо знало, когда ему исполнится. «Творите будущее?» с интересом спросил кто-то, незаметно подошедший из-за спины. Он обернулся. Там стояла ослепительная красавица. Вся такая, что и не знаешь, как ее назвать. Ангел может быть. Только вот нос, пожалуй, длинноват. «Узнали?» улыбнулась женщина ангел. «Когда-то вы сотворили мое будущее. Теперь будущее этой вот девочки. Вы настоящий творец. Спасибо». «Да какой я творец?» вырвалось у него. «Так, художник-любитель, несостоявшийся гений. Говорили, что у меня талант от Бога, а я молюю потихоньку, по мелочам, все пытаюсь понять, в чем мое призвание. А вы еще не поняли?» вздернула брови женщина ангел. «Вы можете менять реальность? Или для вас это не призвание?» «Я? Менять реальность? Да разве это возможно? Отчего же нет? Для этого нужно не так уж много. Любовь к людям, талант, сила веры, собственно все. И это у вас есть. Посмотрите на меня. Ведь с вас все началось. Кто я была? И кто я теперь?» Она ободряюще положила ему руку на плечо, словно крылом обмахнула, улыбнулась и пошла. «А кто вы теперь?» запоздало крикнул он ей во след. «Ангел!» обернулась на ходу она. «Благодарю тебя, творец!» его и сейчас можно увидеть в переулке мастеров. Старенький мольберт, складной стульчик, чемоданчик с художественными принадлежностями, большой зонт. К нему всегда очередь. Легенды о нем передаются из уст в уста. Говорят, что он видит в человеке то, что спрятано глубоко внутри и может нарисовать будущее. И не просто нарисовать, изменить его в лучшую сторону. Рассказывают также, что он спас немало больных детей, переместив их на рисунках в другую реальность. У него есть ученики, и некоторые переняли его волшебный дар и тоже могут менять мир. Особенно выделяется среди них белокурая кудрявая девочка лет четырнадцати. Она умеет через картины снимать самую сильную боль, потому что чувствует чужую боль как свою. А он учит и рисует. Рисует. Никто не знает его имени, все называют его просто творец. Что ж, такое вот у человека призвание. всё